У главного входа в Одесскую филармонию утром 12 марта все еще висели афиши, анонсирующие выступления комика Дмитрия Романова и легендарного певца и актера Вахтанга Кикабидзе. Однако 18 и 28 марта решением кабинета министров красные, запретные дни календаря. Эти концерты перенесут на более поздний срок. У нас будет очень много переносов, очень много, особенно концертов коммерческих. Понимаете, наши это проще, мы можем в крайнем случае перенести на осень. А вот коммерческие концерты, часть мы уже нашли моменты. Кого-то на июнь, кого-то там перенесли на Дмитрия Романова на 14 мая, Кикабидзе на 24 июня. То есть мы уже кое-что перенесли. Но есть же, как его дальше, Гребенщукова перенесли на май, на 18 мая. То есть мы занимаемся, это тоже работа и непростая, потому что надо все это обзвонить, смотреть. И проинформировать средства массовой информации и, главное, людей. Это белая лестница, часть декорации оперетты «Летучая мышь», которая должна была прийти вечером 12 марта в Театре мускомедии. Теперь герои представления по ней пройдут не раньше 3 апреля. Концерты эстрадных звезд переносят на неопределенные сроки, но покупателей билетов успокаивают. Пропускной документ будет действителен и после карантина. Мы сейчас, считайте, с 12 по 3 число мы отменили 15 спектаклей своего репертуара. Вернее, мы их не отменили, мы их перенесли на апрельские и майские дни. Все это можно посмотреть у нас на сайте, вся информация есть. Билеты, которые были приобретены на спектакли на этот месяц, будут соответственно... Соответственно, действительно, не надо будет ни менять, не приходить лишний раз сюда. Концерт Малинина перенесен на 27 апреля. Тоже, соответственно, билеты действительные. Все остальное, все, что вот мы в процессе сейчас переговоров и с артистами, и с организаторами концертов. Планировались коммерческие, прибыльные для учреждения события и в украинском театре, но карантин внес коррективы. Любопытно, что в репертуаре театра есть спектакли, которые можно показывать в камерной обстановке. Зрители находятся на сцене, их количество не превышает 200 человек. Но правительственный запрет Управления культуры Одесской обладминистрации распространяет и на такие мероприятия. На ближайшие три недели сцена украинского театра только для репетиции. Срываются премьеры, отменяются большие концерты, представления, спектакли. Убытки театра за этот период составят 500 тысяч гривен. Только репетиции, ремонт мы не успеем никакой сделать, даже мелкий. Ну и по большому счету, знаете, тоже делать ремонт едва ли возможно, по той простой причине, что у нас сейчас экономия денег. Мы не зарабатываем. Почему столь сложная ситуация? Потому что март месяц, давайте говорить откровенно, это тот месяц, когда одесситы больше всего посещают вообще театр в году. Ну вот есть такая статистика. С середины апреля зрительский интерес к театрам, ко всем мероприятиям, которые проходят в закрытых концертных залах, он снижается. Со свойственным своему ремеслу юмором к карантину подошли в Доме клоунов. Афиша на март никуда не делась, но рядом с ней важное объявление. Количество билетов, отпускаемых в продажу, не более 199. Зал при этом вмещает 300 зрителей. Правда, Департамент культуры Горсовета разъяснил, запрет коснется всех массовых мероприятий. К слову, Дом клоунов должен был стать одной из площадок проведения комедиады в рамках юморины. На период объявленного карантина все массовые мероприятия, уличные массовые мероприятия, которые были в плане, которые размещены на сайте Департамента культуры и туризма, вплоть до 3 апреля они отменены. Конечно, это касается в первую очередь таких проектов массовых, уличных, как юморина, но не только. Однако, хотелось бы обратить внимание также на то, что момент отмены может быть продлен в зависимости от необходимости, от ситуации. И принимать сегодня решение о проведении каких-то крупных проектов в весенний период, я думаю, будет, наверное, преждевременно. Самая парадоксальная ситуация сложилась вокруг кукольного театра и театра юного зрителя. Самое время принять школьников и воспитанников детских садов, у которых внеплановые каникулы. Но для детей культурные учреждения под запретом. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok